На фасаде одной из самых старых компаний «Аклахома» украинский флаг, владелец, американец Тимоти Хомслой. Он и словом, и делом, в основном финансово помогает украинцам. В прошлом Тим, профессиональный военный, с тренингами был в Киеве, видел воины в Ираке, Грузии, Афганистане. Но мужеством украинской армии сознаётся впечатлён. Они вдохновили весь мир тем, как они сражаются за право и свободу. Все, начиная с президента Зеленского и до самого молодого человека. Российские военные потеряли 10% своей силы. Их армия уже не такая эффективная. Она больше не может двигаться вперёд. А вот одна из акций в поддержку Украины в спальном районе города Талсы. Возьми кофе и помоги украинцам. Таким образом, Людмила Далёнкина, уроженка Донецкой области, собирает деньги для своего двоюродного брата в Одессе. Он вместе с другими шеф-поварами готовит обеды для украинских солдат и врачей. Вот это мой брат, его зовут Игорь. Это его помощники, ребята, которые помогают готовить еду. Они готовят очень много. Я говорю, где-то 3600 порций в день они готовят вот таких. И вот они раздают людям чай. Здесь тоже брат. Они очень много готовят и развозят. Люди жертвуют. Кто может чем. Сегодня вот он снимал видео, привез два мешка риса. Кто-то пожертвовал для обедов. К инициативе активно присоединяются соседи. За два часа перечислили деньги. Около 10 американцев. Проходящих мимо не было. Миллионы американцев молятся за вас. Вы показали героизм всему миру. Если честно, я не знаю, много ли наций стояли бы так, как вы стоите. И ваш героизм показал сообщение «Украина – суверенное государство». И даже русскоговорящие люди на Востоке орали на русских солдат, протестовали против них. У России нет прав нарушать границы суверенного государства. Украинцы пытаются жить в мире и спокойствии. Россияне ворвались и не дали им спокойно жить. То, что происходит, неправильно. Украинцы заслуживают жить в мире и заслуживают на возвращение того, что у них отобрали. Оставайтесь верить. Делайте то, что вы можете, чтобы оставаться в безопасности. И помогайте тем, кто вокруг вас. Знайте, что в мире есть люди, которые за вас. Мы на вашей стороне. И мы с вами. Америка очень поддерживает вас. Путин мертв, как Сталин и Ленин. Он делает вид, что не хочет войны. Путин будет свергнуть за то, что он делает. Мы оставили Камбожу во время войны и без ничего приехали в Штаты, как беженцы. Мы абсолютно полностью поддерживаем Украину, поддерживаем связи с украинской церковью. Наша организация пожертвовала 500 долларов. Это немного, сколько можем. Но мы хотим дать больше. Вот-вот Америка обещает принять программу для украинских беженцев. И до 100 тысяч украинцев смогут сами убедиться в искренности поддержки американского народа. Дарья Вершиленко из Оклахомы, США. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.